Добрый вечер! Вы смотрите новости на канале ТВ5 в студии Павел Васильев. Сегодня в выпуске. Памятник Дзержинскому в Запорожье будет демонтирован. Так решила рабочая группа Запорожского горсовета по вопросам топонимики. Впрочем, решение носит рекомендательный характер. В Мелитополе скоро некому будет возить пассажиров. Перевозчики не могут выполнить требования тендерной комиссии. Подготовка к зиме в Запорожье перед наступлением холодов консервируют фонтаны. На Донбассе за минувшие сутки погиб один боец антитеррористической операции. Пятеро были ранены. Спикер информационно-аналитического центра СНБУ Андрей Лысенко сообщил, что сегодня ночью из Украины в Россию через закрытый пункт пропуска Должанский вывозили груз-200 на пяти грузовиках, которые принадлежат ростовской похоронной фирме. Напомню, по данным российской правозащитницы Елены Васильевой, к концу октября в Украине погибли более 4 тысяч российских военных. Украинские артиллеристы уничтожили подразделения российских войск в районе Николаевки Донецкой области. Потери уничтоженного силами антитеррористической операции российского подразделения, согласно данным полка особого назначения АЗОВ, составили до 170 человек. Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что Национальная гвардия в ближайшие дни получит новые виды вооружения. Напомню, Министерство обороны Украины закупило вооружение и военную технику для нужд армии на 150 миллионов гривен. Арсений Яценюк призывает мировое сообщество не игнорировать факт совершения России военной агрессии против Украины. Премьер подчеркнул, что Украина нуждается в мирном урегулировании ситуации на Донбассе, но чтобы этого достичь, необходима консолидированная поддержка всех стран. По словам Яценюка, Украина делает все возможное для урегулирования ситуации, но соперничать с Россией как ядерным государством Украина на данный момент не способна. У власти есть пять дней, чтобы восстановить законность в определении победителей на выборах народных депутатов в некоторых мажоритарных округах Украины. Об этом заявил один из лидеров оппозиционного блока Александр Вилкул в эфире телеканала Украина. Не помогло ничего. Ни победа более чем на 10 тысяч голосов, ни уголовные дела, ни суды. Не помогло ничего. Преступная группировка, встроенная во власть, с помощью судебной системы, с помощью подконтрольных батальонов практически назначила своих кандидатов. То есть такая ситуация очень плохая. У власти есть на самом деле сейчас пять дней для того, чтобы восстановить законность. Напомню, оппозиционный блок считает, что объявленные результаты выборов по округам номер 30, 50, 60 и 79 стали, цитирую, позором для украинской демократии. Таким же позором, по мнению блока, станет и оглашение недостоверного результата голосования в 38 округе. Ленинопад снова добрался до Запорожья. Накануне ночью неизвестные снесли памятник вождю мирового пролетариата, находившейся в районе проходных комбината «Звезда» в Заводском районе. От скульптурной композиции остался лишь постамент. Как видно из фотографий, опубликованных ночью в социальных сетях, памятник был разбит на три части, а также облит красной краской. Она, по-видимому, символизирует кровь. Напомню, 22 февраля в областном центре уже был снесен один памятник Ленину, находившийся возле ДК Дробязка. Также запорожскими активистами неоднократно предпринимались попытки сноса памятника Ленина, находящегося на площади Ленина, и скульптуры Дзержинскому на площади Свободы. Этот монумент, возможно, доживает последние дни. Демонтировать памятник Дзержинскому к 1 декабря, годовщине разгона Евромайдана в Киеве, такое решение приняла сегодня рабочая группа Запорожского горсовета по вопросам топонимики. Также участники заседания проголосовали и за демонтаж памятника Ленину. Для этого облгосадминистрация должна удалить памятник из списка культурных объектов местного значения. Решения рабочей группы горсовета по вопросам городской топонимики должны быть утверждены сессией совета, либо исполкомом. Снос или культурный демонтаж памятника в эпохе тоталитаризма? Ответ на этот вопрос сегодня искали депутаты горсовета, запорожские историки и активисты. Есть свернение и по памятнику Ленина, и по памятнику Дзержинского. Вопросы мы рассматривали, и даже у нас есть такое решение, куда эти памятники перемещать. Есть такая пропозиция, что если будет воля Божия и народная на снесение, то памятники будут перемещаться в парк имени Кирова. Идея демонтажа памятника Ленину и Дзержинскому не вызывает протестов у представителей коммунистов. Наша позиция такая, как решит громада, а громада тут уже предлагали 90% выступающих, снять эти памятники, перенести их действительно в место, где бы они продолжали служить. Для кого-то нормальным, положительным примером, для кого-то, наверное, нет, но так, чтобы сохранилась наша история. Среди защитников памятника Дзержинскому в нашем городе пограничники. Говорят, свой профессиональный праздник традиционно собираются в сквере рядом с этим монументом. Мы согласимся с любым цивилизованным решением, но не решением группы каких-то людей. Вы можете разуметь радость? Сквер пограничников должен быть, причем он не радянский. Там написано «прикордонникам всех поколений». Участники совещания единогласны в своем решении демонтаж памятников эпохи тоталитаризма. «Пропозиция про демонтаж памятников. Кто за? Члены комиссии. Проти? Проти? Секундочку. Проти? Все за? Впрочем, решение рабочей группы горсовета по вопросам городской топонимики носит рекомендательный характер и должно быть утверждено на сессии горсовета либо исполкома». Департамент по вопросам гражданской защиты населения Запорожской облгосадминистрации информирует о том, что завтра, 13 ноября, с 10 утра до половины 11-го будет проходить проверка средств оповещения с включением электрических сирен. Граждан просят не паниковать. Это учебная тревога. Запорожские транспортники готовятся к зиме. В облгосадминистрации прошло специальное совещание, посвященное вопросам безопасности пассажироперевозок. Представители Украфтодора уверяют, заготовлено необходимое количество антигололедных средств. Есть проблемы с закупкой топлива, однако имеется его запас на случай чрезвычайных ситуаций. Также заявляют, техника к зиме в принципе готова, однако есть определенные проблемы. Если последние два года в службе автомобильных дорог или в целом Украфтодору активно помогали военные и МЧС, но сегодня мы предупреждены о том, что, ну вы понимаете, с какой обстановкой военные полностью отходят с автомобильных дорог, за исключением зоны, той, которой они занимают там, и наши два района попадают в эту зону. МЧС также приведено, или у них есть свой приказ, который в течение 8 часов должен сняться и обеспечить свои задания. Поэтому практически мы на местах остаемся сами вместе с ГАИ. По словам чиновников, еще одна проблема, с которой область входит в зиму, де-факто парализована работа Украфтрансинспекции, структуры, призванной контролировать и проводить профилактическую работу с перевозчиками. В учреждении надеются лишь на сознательное отношение самих водителей к вопросу подготовки транспорта к зиме. Для экономии бюджетных средств финансирование Украфтрансинспекции, как и других инспекций, урезано более чем 70%. На данный момент штат инспекции состоит из 18 человек. Из них 16 человек находятся в отпуске без содержания, то есть не получают ни копейки. Работает по большому счету юрист и бухгалтер, который выполняет обязанность секретаря. То есть инспекторский состав весь находится в отпуске без содержания. А в Мелитополе своя транспортная проблема. Здесь не могут определить победителя тендера по перевозке пассажиров на семи городских автобусных маршрутах. Ни один из претендентов не подошел по условиям конкурса. Многие автоперевозчики считают требования тендерной комиссии просто невыполнимыми. В Мелитополе не могут определиться с перевозчиками, которые будут обслуживать местные автобусные маршруты. Тендерная комиссия считает, что ни один из претендентов не соответствует требованиям, которые из полку Мелитопольского горсовета выдвинул к участникам. Одним из основных критериев есть возраст маршрутных такси, которые будут обслуживать население. Это отсутствие негативных жалоб на перевозку, в первую очередь, социально незащищенных вирус населения, которые обладают льготой. Перевозчики проблемы с проведением конкурса называют надуманными, считая, что выполнить все условия организаторов практически невозможно. Все они требуют значительных финансовых вложений, которые утверждают представители транспортных предприятий им не по силам. Особенно это касается покупки автобусов для перевозки горожан с ограниченными физическими возможностями. Требования неподъемные для наших перевозчиков они выставляют для того, чтобы просто скомпрометировать перевозчиков. В проплаченной прессе в своих заявлениях они пишут о том, что действительно транспорт грязный, старый, вообще невозможно в этом транспорте перевозить пассажиров. Но большая часть автобусов, большая часть автобусов, и как мы видим, это спринтера, довольно свежих годов, довольно-таки в хорошем состоянии. Есть вопросы к перевозчикам и у пассажиров, особенно у тех, кто пользуется малозагруженными маршрутами. Очень плохо ходит самая тройка, третий маршрут. Хуже его никто не ходит. По пять, по шесть северных вокзалов, а его вот и нет. Удастся ли властям Мелитополя найти перевозчиков, готовых взять на себя немалые затраты, чтобы стать победителем конкурса, станет известно примерно через месяц. На середину декабря назначен очередной городской тендер на пассажироперевозки. Колледж экономики и информационных технологий ЗИИД приглашает учащихся девятых классов и их родителей на День открытых дверей «Твой шаг к успеху». В программе интеллектуальные квесты, гранты на обучение и студенческие посиделки. Также в этот день вы узнаете все о бюджетных местах колледжа. Колледж ЗИИД открывает двери 15 ноября с 10 часов утра, адрес улица Кияшко, 16-Б. Запорожские фонтаны ушли в зимнюю спячку. По традиции, до наступления морозов их накрывают защитными куполами. Сегодня коммунальные работники устанавливали их на бульваре Шевченко. Как происходит консервирование, видела Евгения Маловик. В Запорожье бытует примета. Если консервируют фонтаны, значит, зима не за горами. По традиции, их отключили еще 1 октября. С этого времени работники коммунального предприятия «Титан» приступили к демонтажу оборудования фонтанов. До этого времени были сняты форсунки, насосы. Все это перевезено в складские помещения, где люди производят ремонтные работы и подготовка оборудования на следующий год. На протяжении месяца запорожские коммунальщики готовили к зиме 38 фонтанов. Некоторые из них – так называемые плавающие, как, например, в Вознесеновском парке. Их не консервируют, а демонтируют до наступления тепла. Что касается других фонтанов, к их консервированию можно приступить только после предварительной подготовки, говорят специалисты. Сегодня защитными куполами накрывают фонтаны на бульваре Шевченко. Рабочие уже полностью их подготовили. Уборка, осмотр, просмотр, трещин, чтобы замазывали трещины. Чтобы накрыть фонтан таким куполом, нужно несколько часов работы. Все зависит от сложности конструкции. Покрытие необходимо прежде всего для защиты от вандалов, поясняют коммунальщики. К тому же купол служит украшением для фонтанов в зимний период. В этом году были приобретены новые покрытия для того, чтобы накрыть этими куполами фонтаны. И также будет установлена новая подсветка и на эти фонтаны тоже. Она будет зелёно-белой в сочетании с цветом самого купола. Ну и украшать достаточно ярко, гармонично бульвар Шевченко, которая была в этом году проведена. В этом году на содержание фонтанов из городского бюджета выделено 800 тысяч гривен. По словам коммунальщиков, средства идут не только на поддержание эстетического вида. Два раза в год проводится ревизия оборудования и ремонт чаш. По традиции, запорожские фонтаны оживут не раньше, чем в конце апреля 2015 года. Украина на полотнах. В Запорожском художественном музее свою персональную выставку презентовал художник Григорий Мацигора. Экспозиция открылась к 80-летнему юбилею автора. Представленные работы видели наши журналисты. На входе в выставочный зал художественного музея посетители встречают одна из самых масштабных картин юбиляра Григория Мацигоры, написанная ещё в середине 80-х годов. Будний селян – живописный вид украинской глубинки, любимая тематика автора. Он родился в селе Олейники на Слобожанщине, получал образование в Харьковском художественном училище, а в конце 50-х переехал в Запорожье. Здесь занимался не только живописью, но и монументально-декоративным искусством. На выставке автор представил картины разных периодов, начиная с 1957 года и по сегодняшнее время. Все різноманіття життя виражене і в натюрмортах, і в пейзажах. Цікавою особливістю пейзажів, особливо сільських пейзажів, є те, що художник наче втілює рядки Тараса Шевченка. Хати біленькі виглядають, мовдіти в білих сорочках, у пішмурки в яру гуляють. Хатинки в долині, такою вервечкою тягнуться, довгі вулиці села, природа. На выставке около 170 работ Григория Мацегоры. 15 из них принадлежат фонду музея, все остальные – из личной коллекции художника. Кроме пейзажей, он любит писать и портреты. Некоторые из них посвятил самым близким людям – матери и бабушке. Есть также серия работ «Мои земляки-слабожанщины» и даже портреты известных деятелей искусства. Отдельная тема для творчества художника – это женщина. В экспозиции несколько картин, написанных в жанре ню. Я считаю, что самое красивое творение на свете – это женское тело. И нема такого художника, который бы не обратился к этой теме. У меня картина, побачите, літо, де сільские дівчата і жінки напололись, пообідали і в степовому ставку покупалися. Я спостерігав не один раз такие сцени, і тому я написав цю картину. Это 27-я персональна выставка для Григория Мацигоры. Автор говорит, уже есть идеи для новых картин. Сейчас он готовит серию работ, изображающих украинский сельский быт. А пока художник трудится для новых экспозицій, его действующую выставку всежелающие могут посетить на протяжении месяца. И на этом у меня все. Напоминаю, о новостях Запорожьей области вы всегда можете узнать на нашем сайте ТВ5ЗПВЕ. Если вы обладаете интересной информацией или видеоматериалами, хотите рассказать о проблеме, с которой столкнулись, или же высказать свое мнение, то пишите главред от ТВ5ЗПВЕ. Всего доброго и до встречи. С наступлением каждого нового сезона у большинства из нас возникает вопрос, где обновить гардероб, что купить и как при этом потратить меньше времени и денег. Ответ простой. Совершить приятные и полезные покупки для всей семьи вы сможете на традиционной выставке в ДК «Непротписталь». Огромный выбор верхней одежды, как для мужчин, так и для женщин, удовлетворит любые запросы. Элегантные шубки и дубленки, стильные куртки и пуховики, меховые жилетки, пальто на верблюжей шерсти – здесь вы найдете все, что угодно. Кроме этого, на выставке представительницы прекрасного пола смогут приобрести яркие модные платья, костюмы и пальто от киевской фабрики «Берайс». Милые женщины Запорожья, просим вас на ярмарку в Дворец культуры «Днепротписталь» повысить себе настроение, приобрести очень красивое пальто, платье. Ассортимент у нас богатый, прекрасная фабрика киевская «Берайс» называется, выполняет всё из натуральных материалов, очень здорово носится, и у вас настроение будет всегда приотличное. Приходите. К выбору обуви нужно отнестись со всей серьёзностью. От этого, говорят специалисты, зависит ваше здоровье. Поэтому нужно покупать только качественную и удобную обувь. Именно такие модели в широком ассортименте представлены на ярмарке «Осенний вернисаж». Кроме этого, на выставке в ДК «Днепротписталь» вы сможете приобрести текстильные изделия. «Текстильная майстерня предлагает вам выработки из тканины виробництва Беларуси. У нас в ассортименте есть комплекти полуторные, двойные евро, також есть вафельные полотенца, есть сатини полуторные, двойные евро, семейные комплекти. Також есть в ассортименте наволочки разных размеров, простирадло разных размеров, простирадло на резинце. Також есть скатертины разных размеров на круглой столе с прошлой окантовкой. Приходьте, мы будем очень благодарны вам». Ярмарка «Осенний вернисаж» также представляет вашему вниманию польский трикотаж высокого качества и по приемлемой цене. Кроме этого, на выставке вы сможете приобрести очки, бижутерию, нижнее белье от торговой марки «Миловица», кондитерские изделия и многое другое. Ярмарка «Осенний вернисаж» продолжит свою работу в декаде про спидсталь до 16 ноября включительно с 10 до 19 часов, а в воскресенье – до 15.00.